Всех сенсорных зон, да, потому что здесь, видите, здесь и лобная, и теменная, и затылочная, и здесь находятся первичные зрительные, слуховые зоны, моторные зоны, да, вот здесь они пересекаются. Здесь же поблизости находится центр, вот, зона Вернике, это центр речи, ответственный за название. И что происходит в этой зоне? Здесь собирается наш сенсорный опыт, то, что мы видим, слышим, чувствуем, и тут же мы это все называем, да, вот что происходит. Тут же прилепили, почувствовали, прилепили ярлык, все, счастливы, да. Это зона, которая отвечает за наше выживание, она собирает опыт, накопившийся при прохождении различных ситуаций стрессовых, да. И впоследствии, когда мы снова попадаем в подобную ситуацию, а как мы об этом узнаем? Ну, какой-то триггер, какой-то раздражитель нам говорит о том, что мы снова в нее попали. Она мгновенно включает весь набор реакций. Ну, например, да, вы проснулись ночью, запах дыма, запах гаек, да, у вас в квартире пожар. Вы, значит, идете куда-то там, бегом бежите на кухню, у вас там что-то горит, вы начинаете, у вас там начинается весь набор реакций стрессовых, да, вы начинаете какие-то меры срочно принимать, там, мечетесь, спасаете все, что можно, да, вроде все заканчивается хорошо. Проходит год-два, там, сколько-то времени, вы идете по парку спокойно, и снова слышите этот запах гаек, да, и ваше тело как реагирует? Оно мгновенно включает, вот, весь набор реакций, что надо на кухню бежать, да, а на самом-то деле это просто кто-то жжет листья, да. Но триггер, вот этот вот запах, он уже как триггер, и вот эта вот зона АЗИ, она его уже так распознает и сразу включает все это, да. Или у вас были какие-то отношения, да, в жизни, которые там были в итоге не очень хорошо закончились, были связаны с каким-то стрессом серьезным для вас, вот. И осталась, допустим, ваша музыка, или запах, там, духов или колонна, да, и вот вы слышите эту музыку, и ваше тело что? Снова включает весь набор реакций всяких разных, когда вы слышите этот запах, и снова у вас прям какой-то выброс чего-то в организме происходит, да, вот. Ну, то есть вот этот триггер, как бы, пусковой раздражитель, он запускает, и вот этот весь механизм, он сидит вот здесь, да. На самом-то, и на самом деле, как бы, огромное количество таких моделей у нас собирается еще раньше, в самом раннем возрасте, да, когда мы там начинаем ходить, когда мы начинаем ползать, когда мы начинаем жить, да. Некоторые начинают этот стресс испытывать, там, чуть ли не с момента родов, да, а может быть, даже еще раньше, вот. И к семи годам у нас уже несколько тысяч таких моделей в мозгу сформированных живет, да. Там только негативные такие хранятся? Конечно, позитивные. Ну, позитивные, да, но это же не стрессовая реакция, потому что это живет в другом месте. Да, запах это мандаринов с елкой, это в другом месте. Это нормально, да, это хорошо. Вот. Я сейчас говорю о стрессе, потому что в момент стресса, вот, есть такое понятие в кинезиологии контур, да, вот. В физиологии рефлекторная дуга, есть такое понятие, да, что это. Наш мозг командует всем нашим телом, да, а это значит, что все наши мышцы, все наши рецепторы, то есть нервные окончания, которые находятся на коже, в мышцах, там, в зрительных, там, органах зрения, хочется сказать, анализаторах, да, там, слуховых органах зрения, они все несут какую-то информацию к нашему мозгу, а потом от мозга дают обратную связь обратно, там, на мышцы, на кожу, на зрение, на слух и так далее, и так далее. Более подробно я могу сказать, где об этом почитать, и там и красиво вся анатомия расписана, и все очень популярно, да. Вот. И вот, как бы, когда организм функционирует нормально, то все эти пути прямые, да, вот, допустим, там, от мышцы в мозг. Пошел сигнал, да, вот мы сейчас будем учиться тестировать, да, разгладили мы мышцу, пошел сигнал в мозг. Потом мозг посылает обратный сигнал, там, напрячь мышцу или расслабь мышцу. То есть все идет штатно, все идет прямыми путями. Если мы стрессанули, да, если сместилось куда-то наши акценты внимания, или что-то произошло в нашем теле, все начинает идти вот так. Все, частоты контура нет. Сигналы идут по каким-то обходным путям. И вот этих вот обходных путей в нашем организме к семи годам формируется пять-семь тысяч. И это все последствия пережитых нами каких-то негативных опытов. Вот эта кривая, это что значит? Не очень. Это значит, что? То есть она скачет. Она не скачет, она находит какие-то, да, допустим, там, где-то зажалась мышца, или где-то ушло вошло внимание. У вас уже импульс пойдет совершенно иначе. Через организм, через какие-то реакции. Вот. И, возможно, вкручатся в реакцию те мышцы или те нервные связи, которые там не должны быть задействованы. Они лишние, они избыточные, да? Вот. Когда мы с вами начнем сегодня тестировать мышцы и очищать, приводить мышцы к чистому контуру, вы некоторые вещи эти увидите на практике, как это работает. Вот. То есть это все последствия пережитого опыта. И, опять же, идут, формируются на базе пережитого нами опыта, формируются какие-то убеждения, да? По принципу, вот если здесь больно, или здесь мы обожгрыз, то сюда что? Просто нельзя, да? Вот ребенок ползет по полу, бац, на кнопку, да? Все, он туда поползет еще раз. Он же еще, как вот, поведение это еще достаточно инстинктивное, да? Как у заверушек. Не поползет он туда, да? Или бац, ему там по рукам стукнули. Ага. Нельзя, да? Вот это значит все. Уже сформировалось, да? То есть вот эти все обходные пути по стукнувой отсаду, они формируются болью, страхом и страхом болью. Тремя вещами, больше ничем. Да? Тремя вещами, бац, 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 бац.